Это был вторник, 2 апреля. На днях пацаны предложили зарубиться в челлендже как у А4. Суть его очень проста. Кто больше наберет вес за 24 часа, тот получит 3000 долларов. Меня смущало это мероприятие, что я в свои 27 лет буду выполнять какие-то школьные челленджи. Но Руслан убедил меня тем, что у нас будет одно весомое отличие от А4. У нас будут реальные бабки. Я думал недолго, я был уверен в своей победе, потому что я именно тот самый человек, который может набрать пару килограммов, просто выпив стакан воды. Я согласился, ради легких бабок я готов стать даже мистером Максом. Ну а если очень большие бабки, то та же мисс Кэти. Мы встретились, поздоровались. Руслан выглядел подозрительно, Влад выглядел уставшим. Я выглядел красивым. Мужики, давайте стартовать, я уже два дня не ел. Я понял, к челленджу они подошли серьезно. Но ничего, моя генетика меня не подведет. Первым делом мы провели контрольное взвешивание. Я встал на весы, 93,2, четко. Влад встал на весы, 98,3, как я в свои лучшие годы. Руслан встал на весы, 53,9. Мы переглянулись, заржали. Он весит меньше, чем моя бывшая. Этап номер два. Мы скинулись, обсудили правила. Стартуем ровно в 12. Ограничений по идее нет. Побеждает тот, кто набрал больше всего килограмм от контрольного взвешивания. В середине дня делаем два контрольных взвешивания. Кто победит, пиши в комментариях. Мой план был очень простой. Возобновляю студенческий рацион. Шаурма, пельмени, мивина, энергетики, сникерс, кола и все в тройном объеме. По моим подсчетам я должен набрать килограмм 8. Этого должно хватить для победы. Я заказал себе шаурму ассорти с тройным мясом, как можно больше соуса, картошки и 2 литра колы. Я хочу толстеть в геометрической прогрессии. Лайк, если любишь маму. Мне нужны эти бабки. Я не ел и не пил уже несколько дней. Я сбросил свой вес до минимума. Чувствую себя Хабибом во время перегонки веса. Последний раз мой вес был ниже 100 килограмм в девятом классе после физры. Жрать хотелось нереально. Для быстрого перекуса заказал себе курицу гриль. Для плотного набора массы я буду жрать макдональдсы, киевси, пиццы и все это дело буду заливать домашним киселиком. Заказал себе 5 биктейстей с дополнительным беконом, айсбергом, помидорами, майонезом, бифштексом, сыром плавленым, луком и соусом биктейстей. 4 большие картошки, 10 соусов, пирожки, маклурри, милдшейк и колу. Завтрак готов. Четко. Лайк, если любишь макдональдс. Мне нужна была победа. Кредит монобанки сам себя не отдаст. Я несколько дней продумывал свой план. Чтобы набрать наибольший вес, я должен остановить метаболизм. Минимум белков, клетчатки и физические упражнения для того, чтобы больше влезало. Начинаю я с кваса и соленой рыбы, для того, чтобы не выводилась вода из организма. Затем я перейду к сладкому, а напоследок все полирну солениями. Я пошел за едой. В дверь позвонили. Это был доставщик. Он достал шаурму. Он явно был в шоке от моего заказа. Шаурма была нереальных размеров. Как мы ч... Ээээ, ой, простите, это детское видео, как копатыш. Мне стало интересно, сколько она весит. Поставил шаурму на весы. 3,3 килограмма. Прям как копатыш из смешариков. Я сел. Я видел в глазах Влада зависть. Влад стоял надо мной. Он смотрел, как я ем. Я укусил один раз, два раза, три раза. Шаурма не уменьшалась в размерах. Походу, она сама распаунится. Я не понимал, как ее можно доесть полностью. Влад предложил свою помощь. Я отказался. Не грамма конкуренту. Я смаковал вкусом шаурмы с кучей соуса и картошки. Я вспомнил те студенческие годы. Тогда шаурма стоила 25 гривен. Это был рай, а шаурма едой богов. Хотя, это и сейчас еда богов. Лайк, если любишь шаурму. Я ему это припомнил. Мне пришла моя курочка гриль. Перекусим и в бой. Я распаковал ее. Я этот запах не перепутаю ни с чем. Детство. Мы с мамой идем покупать колбаску для бутиков, а там на весь магазин пахнет курочка гриль. Я истребил курочку буквально за пару минут. Макс сидел в шоке. Он до сих пор не мог доесть свою шаурму. Мне пришла еда из мака. Я открыл этот мегабигтейсти. У Макса открылся рот еще больше. Я начал жрать. Бигтейсти, картошечка без соусов, потом картошечка с соусом, картошечка в мороженом, пирожок, кола и так по кругу. Походу я гастрономический извращенец. Я пересмотрел свои взгляды по поводу соусов. Оказывается, кисло-сладкий намного лучше карри. А какой твой любимый соус? Пиши в комментариях. Я вернулся. Я начал с упражнений. Бицепс, трицепс. Я устал. Захотелось жрать. План работает. Я достал свои покупки. Литр нефильтрованного класса, щука, платва, олешки, соленые орешки. Я начал кушать. Включил футбол. Почувствовал себя взрослым мужиком. Посмотрел на свои ногти, попустился. Влад закончил, есть свой Макдональдс. По его виду ему было явно плохо. Макс так и не доел шаурму. Я затоптал все. Воды хотелось нереально, но нельзя. Я должен остановить метаболизм. Пришло время взвешивания. На весы стал Влад. Весы считали. Мы ждали. 101,3. Плюс 3 килограмма. Неплохо. Я стал на весы. Весы считали. Я ждал. На весы стал Руслан. Весы считали. Мы ждали. Что? Он скинул кило 100. Он стоял в шоке. Мы с Владом стояли в еще большем шоке. Тут уже было дело не в челлендже, а в самом факте того, что он сбросил вес. Так это у меня еще метаболизм не остановился. Начался второй этап. Мне надо догонять Влада. Я зашел с козырей. Пельмени 2,0. Пельмени, масло, грибы, красный перец, орегано, обычный перец, сметана. Тушим, сыр Филадельфия, чеснок, зелень, аджика, сметана. Смешиваем, высыпаем. Он ждал свой заказ. Я чувствовал, как миллиарды калорий попадают в мой организм. Я вспомнил Японок, которые съедают по 10 тысяч калорий за раз. Чем я хуже? Я продолжил есть. Я обязан победить. Я не хочу просто так участвовать в этом зашкваре. Ха, он пошел с козырей. Его это не спасет. Слишком маленькая тарелка. Не нужно закреплять лидерство. Взял баскеты из KFC. Два самых больших острых баскета. О, да, острые крылышки. Что может быть лучше? Хотя, может, мамин порщик с салом? Но не сегодня. Баскеты были нереально острыми. Походу, я погорячился. Надо было брать обычные. Максим сделал себе добавки. Вот суслик. Я ел через силу. У меня пекло все лицо. И не только лицо. Я запивал киселиком. Это особо не помогало. Надо держаться. Мне нельзя идти в уборную. В квартиру пришел Руслан. У него была куча сладостей в пакете. Вот суслик. Бедный мой пукан. А, о, это же детское видео. Бедный мой вулкан. Как такое могло произойти? Как можно было похудеть на килограмм? Это же вред. Я делал все по плану. Надо менять стратегию. Надо еще больше заниматься. И еще больше есть. Я взял гантели. Бицепс, трицепс. И еще какая-то мышца. Я устал. Я посмотрел на бицуху. Посмотрел на гантелю. Пошел в магазин. Я взял все самое калорийное. Хлеб, самую большую нутелло. Мэндемс, большую милку. Желешки, маршмеллоу, мэллер. Я ел. Запивал с самым жирным йогуртом. И снова ел. У меня началась изжога. Мне нельзя проигрывать. Проблемы с коллекторами мне не нужны. Я запихивал в себя бутерброд, запивал йогуртом. Влад довелся кэфси. Макс наваливал пельмени. Заруба у нас была бешеная. Данила Степанов явно бы не оценил нашу эстетику. Я доел все пельмени. Я не мог согнуться. Я чувствовал тяжесть в каждой клеточке своего тела. Влад был весь мокрый. Он съел два баскета острых крылышек. Но мои пельмени были явно калорийнее. Руслан доел два бутерброда. Мы приготовились. Первый на весы стал я. Плюс четыре килограмма. Да, восхитительно. Второй стал Руслан. Он набрал шесть килограмм. Мы офигели. Через час у меня перестанет выходить вода из организма. Я вас вообще обгоню. Третий стал на весы. Влад. Весы считали. Долго считали. Походу они сломались. Плюс три килограмма. Итог. Руслан плюс четыре и девять. Я пять и пять. Влад плюс шесть. Заруба бешеная. У меня остался последний заход. Самое время переходить к тяжелой артиллерии. Я взял три больших баллона энергетиков, пять тройных сникерсов, колу, мивину и пюрешку. Столько калорий даже врагу не пожелаешь. Я смешал мивину и пюрешку. Пока оно заваривалось, я пил энергетик, пил колу, ел сникерс, потом опять пил энергетик и запивал это все колой. Лапша запарилась. Я начал есть. Вспомнил, как мы тусовались в общаге, и это было наше коронное блюдо. А еще рогалик с самой дешевой намазкой. Стоп, купил намазку и рогалик. Да, теперь сто процентов чувствую себя как в универе. Я все доел, не хотелось блевать, надо держаться, я должен забрать кэш, мани, бабки, в общем победить. Лайк, если любишь бабки. Сейчас батя покажет, как нужно побеждать. Выбрал две самые большие пиццы, добавил все, что можно было добавить. Бекон, ветчина, итальянская колбаска, ветская колбаска, помидоры, маслины. Попросил привезти еще бутылку кетчупа и майонеза. Четко, победа у меня в кармане. Мне все это привезли, пиццы были нереальными. Там было все. Залил соусом, положил одну пиццу на другую, получился самый большой бутерброд. Я начал есть. Да, я почти их догнал. Я продолжал делать упражнения. Докупил себе протеины с оленей. Я качался и ел. Мы переглядывались. Я не собирался проигрывать. Мой план работает. Влад ел пиццу. Максим ел бич-пакет. Я ел протеины и огурцы. Время подходило к концу. 5, 4, 3, 2, 1. Пришло время финального взвешивания. Мы шли тютелька в тютельку. Влад стал на весы первый. Весы считали. Я нервничал. Руслан нервничал. Плюс 3 килограмма. Итог плюс 9. Неплохо. Моя очередь. Я стал на весы. Весы думали. Влад нервничал. Руслан нервничал. Весы нервничали. Плюс 5 килограмм. Да, да, плюс 10 и 5. Я победил в этом зашкварном челлендже. Я орал. Я радовался. Влад матерился. Ютуб, стоп. Он матюкался не по-настоящему. Три косарика баксов мои. Меня перебил Руслан. Он стоял на весах. Он набрал плюс 10 килограмм. В сумме он обогнал меня на 4 килограмма 400 грамм. Я стоял в шоке. Это нереально. Руслан стоял в шоке. Он выиграл 3 штуки баксов. Я попросил встать его еще раз. Вес не изменился. Он стоял довольный. Я стоял в шоке. Плюс 10 килограмм и минус косарь баксов. Руслан раскидывал деньги по хате. Да, я проиграл в детском челлендже. Офигенно. Походу теперь придется садиться на диету. Влад меня похлопал по плечу. Он держал в руках пустую гантелю. Мы переглянулись. Мы посмотрели на Руслана. Он посмотрел на нас. Мужики, да это пранк был. Это серьезно пранк? Мне просто кредитный лимит в банке закрыть нужно. Пожалуйста. Вот. Это пранк. Короче говоря, самый добрый 24 часа. Моего друга Руслана выселяли с общаги. Ему срочно нужна была новая хата. Я предложил ему снимать вдвоем. Руслан сомневался. Я сказал, что так дешевле. Руслан согласился. Я предложил найти риэлтора. Руслан мне предложил не предлагать тупые предложения. Я понял. С деньгами у него еще хуже, чем я ожидал. Он сорвал объявление. Сдам квартиру в вашем районе. Четко. Попросил меня позвонить на лайф. Нечетко. Он ходил из стороны в сторону. 10 минут, 20 минут, 30 минут. Остановился. Посмотрел на меня. Сделал умный вид. Бросил трубку и сказал. Я все порешал, чувак. Поехали. Мы приехали на место. Никого не был. Трубку тоже никто не брал. Я сказал. Чувак, это кидалово. Руслан ответил. Такого быть не может. Я уже предоплату скинул. Я посмотрел на Руслана. Руслан посмотрел на меня. Да. Походу нас скинули. Зашибись. Зачем я только с ним связался. Загуглил. Аренда квартир без посредников. Через полчаса я понял одно. Хозяева вообще не умеют фоткать квартиры. Я насчитал 10 фоток ковров на стене. 40 фоток только стиральной машины. И 4 фотки, где в отражении зеркала видно мужика в трусах. И это все в одной квартире. Руслан меня перебил и сказал. Согласен. Звони риэлтору. Всех риэлторов, которых мы встречали, я поделил на 3 типа. Первый тип. Риэлтор решала. Он может решить все. Все порешаем. Я порешал, ребят. Все, пацаны, порешал. Второй тип. Идеальный риэлтор. А я вам говорил, что квартира идеальная. Мы зашли в квартиру. Я разулся. Риэлтор разулся. Руслан остался в кроссовке. Мне нравится. Берем. Может хотя бы комнату посмотрим? А, это коридор. Риэлтор удивился. Хозяйка закатила глаза. Я обрадовался, что никогда не жил в общежитии. Мы пошли смотреть квартиру. Кровать есть. Газовая плита есть. Тушь есть. Отлично. Руслан сказал. Ну, тараканов нет. Берем. Вот пот. Хозяйка спросила. Ну и кто тут будет жить? Мы вдвоем. Я посмотрел на хозяйку. Хозяйка посмотрела на нас. Я стукнул Руслана по ноге. Ты что, пот? Он не понял намека. Риэлтор вообще ничего не понял. Хозяйка перекрестилась. Испанский стыд. Риэлтор спросил. Как вам? Я ответил. Плохо, что микроволновки нет. Сейчас порешаем. Он ушел разговаривать с хозяйкой. Мы остались ждать. Руслан удивлялся, как может быть так чисто в квартире. Рассматривал жалюзи, телевизор, кресло. Я удивлялся, как удивляется Руслан. Через 5 минут вернулся риэлтор. Я порешал, ребят. Все нормально. Микроволновка будет. Но купить должны вы ее сами. Руслан обрадовался. Я отказался от такого предложения. Зашла хозяйка. Выдвинула свои требования. Не шуметь после восьми, не курить в квартире, не заводить животных, не трогать ее телевизор, не двигать шкаф, не раскладывать диван, не трогать статуэтки, проветривать только раз в день, не набирать ванную, сильно часто не ходить в туалет, не пользоваться огнеопасными дезодорантами и не голосовать за оппозиционный блок. Руслан запомнил только про курение. Риэлтор сказал. Сейчас порешаем. Снова ушел общаться с хозяйкой. Мы остались ждать. Прошло минут 8. Все, пацаны, порешал. Идем смотреть другую квартиру. Ясно, мы обулись. Перед уходом Руслан крикнул. А я сломал вам жалюзи. Мы пошли смотреть другую квартиру. Риэлтор сказал. Самое главное, пацаны, квартира вообще в 5 минутах от метро. Четко. Мы шли 5 минут, 10 минут, 20 минут. Мы устали, передохнули, пошли дальше. Еще через полчаса были на месте. Я сказал. По-моему, тут больше, чем 5 минут от метро. Риэлтор сказал. Порешаем. Ясно. Мы подошли к двери. Риэлтор остановился. Объяснил, что на квартире еще живут люди. Попросил не пугаться. Если что, он порешает. Руслан ничего не понял. Я понял и хотел побыстрее закончить. Мы зашли в квартиру. Поздоровались. Я разулся. Риэлтор разулся. Руслан пошел так. Я разозлился. Попросил Руслана разуться. Руслан морозился. Мы начали спорить. Постоялец просто стоял. Риэлтор хотел что-то решить. Руслан крикнул. Ладно, уговорил. Он разулся. У него был дырявый носок. Я все понял. Немного посмеялся. Риэлтор предложил нарешать новые носки. Руслан отказался. Зажал дырку между пальцев. Проблема улажена. Мы пошли смотреть квартиру. Я увидел стремную куклу. Потом еще одну. И еще. И еще. Странно. Посмотрел на Руслана. По его лицу было все ясно. Его устраивала любая хата. Главное без тараканов. Риэлтору позвонили. Он ушел разговаривать. Нас позвал постоялец. Стало интересно. Мы подошли к нему. Он сказал. Не заселяйтесь сюда. Я спросил. Плохой район? Плохая аура. Здесь живет дух погибшего мужчины. Очень давно он купил эту квартиру. Но не смог выплатить ипотеку. И покончил с собой. И теперь он не любит, когда кто-то заселяется. В эту квартиру. Я понял. Чувак сумасшедший. Руслан был испуган. Я понял. Руслан наивный. Попытался успокоить Руслана. Сказал, что духом не существует. В соседней комнате что-то упало. Руслан вскрикнул. Из комнаты послышался крик. Все нормально. Я чашку уронил просто. Постоялец продолжил рассказывать про духа. Руслан еще больше накручивал себя. Я решил разорядить обстановку и сказал. Да ладно, чувак. От запаха твоих носков любой дух помрет. На меня посмотрели как на идиота. Стало неловко. Постоялец сказал, что это не шутки. Дал Руслану номер священника. На всякий случай. В квартире вырубился свет. Руслан закричал. Я пытался объяснить, что это пробки, а не призр. Успокоил его. Согласился. Я напомнил, что тут нет тараканов и есть отдельный туалет. Руслан успокоился. Я посмотрел на риэлтора. Он улыбался. Он думал, что сделка идет хорошо. Сказал, что пришло время разобраться с документами. Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Руслан смотрел на куклы. Неловко. А что, никто не сделал договор? Я думал, с собой возьмете. Мы нашли другого риэлтора. Приехали на новую квартиру. У входа стояли люди. Странно. К нам подошел риэлтор. Объяснил, что квартиру смотрят сразу несколько клиентов. Нам пришлось ждать своей очереди. Я был возмущен. Руслану было без разницы. К квартиру зашел человек. Мы ждали 5 минут, 10 минут, 20 минут. Из квартиры вышел риэлтор. Сказал. Все, ребята, квартира сдана. Расходимся. Сука. И зачем мы сюда перли? Он нас успокоил. Предложил другую квартиру. Пообещал, что этот вариант нам точно понравится. У нас не было выбора. Мы согласились. Ну, а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета. Зато через 10 лет здесь будет шикарный новострой. Встретились с новым риэлтором. Он предложил идеальную квартиру. Намекнул, что держал ее специально для нас. Руслан спросил. А сколько стоят ваши услуги? Очень вовремя. Риэлтор ответил. Половина от месячной аренды. Руслан был в шоке. Не понял, за что платить такие бешеные деньги. Риэлтор объяснил, что у него есть какая-то секретная база недвижимости. О ней никто не знает. Даже КГБ. Мне было интересно, что за база. Руслану было интересно, где брать деньги. Он отвел меня. Я не хочу платить ему половину каждый месяц. Так это единоразовый платеж. Руслан выдохнул. Но все равно не понимал, за что давать такие бабки. Попросил сбить цену. Риэлтор был непоколебим. Руслан был мнительным. Он согласился. Мы зашли в квартиру. Нас встретил хозяин. Риэлтор сказал. Мы по объявлению. На столбе. Руслан возмутился. Риэлтор улыбнулся. Вот сука. Руслан включил ревизора. Начал проверять идеальную квартиру. Он проверил все. Абсолютно все. Он проверил плентуса, проверил плесень, линолеум, прочность диванов, прочность стульев. Заодно и прочность характера хозяина. Он проверил работу стиралки, холодильника, плиты, туалета. Хотя последнее было не проверкой. До квартиры не докопаться. Странно. Хозяин сказал. Торга не будет. Риэлтор улыбнулся. Руслан расстроился. Я чувствовал что-то неладное. Все было слишком хорошо. Где-то точно есть подвох. Теперь я включил риэлтора. Отопление. Есть. Кто платит? Я. Коммуналка. Пополам. Подогрев полов. Есть. Стиралка. Есть. Утюг. Есть. Фен. Есть. Магазины рядом. Есть и даже круглосуточно. А соседи? Хорошая. Жалоб не поступало. Точно? Да. Это самый безопасный район. Может у кого-то ремонт? Позавчера закончили. Год крещения Руси. 988. Где проводились первые олимпийские игры? Греция. Где побывала Алиса, попав в страну чудес? На безумно чаепитие. А, он тебя целует. Говорит, что любит и ночами обнимает. Замгеранги. Джигернал, братан. А я вам говорю, что квартира идеальная. Я был в шоке. Мы нашли идеальную квартиру. Я посмотрел на Руслана. Он чуть не прослезился. Он и представить не мог, что будет жить в таких хоромах. Мы решили брать эту квартиру. Заключили договор. Отдали деньги хозяину. Отдали деньги риэлтору. Получили ключи. Пожали друг другу руки. И провели их в добрый путь. Хата наша. Кайф. Я же говорил, стены тонкие. Ну ничего, порешаем. Короче говоря, мы сняли квартиру. Короче говоря, выходные. При поддержке группы Вайн Видео. Сегодня меня разбудил стук. Это были соседи. Они затеяли ремонт. Я посмотрел на часы. Было 6 утра. Я был зол. Надел штаны и сразу пошел с ними разбираться. Когда я вышел из комнаты, понял, что это стучали не соседи, а дебилы с моей квартиры. А точнее Миша и Макс. Я спросил, какого хрена они не спят, а стучат этим мечом в такую рань. Они сказали, что и не ложились. А в данный момент обсуждают, почему Макс слился без байбека, а Миша не сплитпушил. Я не понял, что это значит, но точно знал, что они дебилы. Сказал им идти спать. Они сказали, что не хотят. Да и я, в принципе, тоже понимал, что спать уже не лягу. Мой первый выходной начался с того, что я встал в 6 утра. Зашибись. Предложил пацанам пойти на площадку, порубиться в баскетбол. Миша сказал, что это, конечно, не дота, но, как и в любом спорте, главное, чтобы тиммейты не были дебилами. И посмотрел на Макса. Они опять начали спорить. Я сказал, что мы будем играть в 33. Там каждый сам за себя. Мишу и Макса это обрадовало. Мы вышли на площадку. Я объяснил пацанам правила. Пацаны сказали, что им все понятно. Мы поспорили. Макс кидал первым. Промазал. Миша сказал, что ему все понятно. 2К, ММР, помойка, изи мид. Я ничего не понимал, но Макса это бесило. Следующим кидал я. Попал. И еще раз. И еще раз. Пацаны называли меня бустером. Я промазал. Пришел черед броска Миши. Он тоже промазал. Макс начал что-то орать на Мишу. Они опять начали орать друг на друга. Я понимал, что дота это не игра, а что-то страшное. Они шли и рассказывали о том, как они будут уничтожать врагов. Я даже был рад за них. Пришли домой. Пацаны сказали, что им нужно поспать перед важным турниром. Я тем временем начал смотреть сериалы и всякие разные ММСы. Не понял, как вообще это произошло, но было уже поздно. Пацаны проснулись и начали готовиться к батлкапу. После каждой победы они выходили на кухню и хвастались, как они разносили врагов. Макс говорил Миша, какой он красавчик. А Миша говорил Максу, что он тоже невероятно отыграл. Я понял, что в доте даже есть что-то светлое. Я посмотрел на часы. Было 2 часа ночи. Время ложиться спать. Я уснул. Через какое-то время меня разбудили крики. Я посмотрел на часы. Было 6 утра. Второй выходной в задницу. Гребанная дота. Короче говоря, выходные. В США, штате Джорджия, весь город собрался, чтобы отпраздновать уход почтальона на пенсию спустя 35 лет работы. В конце последнего рабочего дня его ждала прощальная вечеринка, на которой собрались абсолютно все. Когда я буду уходить с работы, мне кто-то выставит хотя бы пивко с шоуомой. В доте, как и в жизни, одни лузы. Только там минус 25, а в жизни плюс 2. Вчерашняя пицца на ночь, походу, была лишняя. Написала мама. Катя ей все рассказала. Завтра она приедет ко мне и ждет, не дождется увидеть мою девушку. Что? Девушку? Катя? Набрал малолетку, поздравил с выпуском. Сказал, да здравствует взрослая жизнь. С мамы денег не брать, это место я уже занял. Спросил про какую-то девушку, она наплела маме. Катя мне напомнила наш последний разговор. Я уже хотел ехать ломать сестре жизнь, но так как она закончила школу, я понял, что жизнь у нее сейчас и так начнется не сладкая. Написал маме, что у меня нет девушки. Мама ответила, что скинет мне больше денег, чтобы я купил ей что-то хорошее. Я задумался. Мне стоит один раз привезти какую-то подругу, и мне потом в долгосрочке будут капать инвестиции. Звучало выгодно. А я же экономист, изи-бризи, классуха обо мной гордилась. Написал маме приходить 12. Мама отправила подмигивающий смайл. Мама, смайл, ого. Осталось найти подругу. Вышел пройтись. Знакомиться с рандомными девушками не вариант, потому что, во-первых, я не умею знакомиться с девушками, а во-вторых, я не умею знакомиться с девушками. Есть выход. Точно. Настя, мама ее не знает. И она больная на голову, может подписаться на такую дичь. Набрал Настю, сказал, что нужно встретиться. Настя спросила, зачем. Я сказал, что это большой секрет, и сбросил трубку. Зная ее, она сейчас умирает от того, что же интересного я могу ей рассказать. Поэтому она будет минут через 10. Отлично. Есть время придумать, что ей сказать. Но на самом деле времени не было. Из-за угла стремительно бежала Настя. Что? Рассказывай. Смысла врать не было. Рассказал как есть. Только про деньги ничего не говорил. Не хватало еще мне с Настей делиться. Жаль, что я это сказал вслух. Настя начала бить мне под срачники. Я убегал как мог. Последний раз в жизни я так убегал, когда за мной гналась чихуахуа. Ненавижу мелких собак. Точнее боюсь. Но это не важно. Я все еще убегал от Насти. Она устала. Я устал. Сказал, что если она мне поможет, я свожу ее в кино на Аладдина. Она поставила условия. Если она мне помогает, то в следующий раз, когда она попросит о помощи, то я буду обязан ей помочь. Я сказал по рукам. Настя плюнула на ладонь. Я сказал, давай без фанатизма. Пожалуй, другую руку. Мы пошли на Аладдина. Вспоминали, как в детстве каждый из нас бежал со школы смотреть мультики. Было круто. Мы зашли в киношку. Посмотрели. Арабская ночь! Насте стало стыдно. Я, как обычно, проголодался. Сказал Насте, что мы идем есть шаурму. Настя сказала напополам. Мне стало плохо. Второй удар в сердце за эту неделю. Ладно. Она мне помогает. Пробил в дубль гисе, где есть шаурма. Она была рядом. Шаурма у Джина. Странно. Таких кавказских имен я еще не слышал. Настя сказала, что это круто. Нам сейчас сделает шаурму сам Вилл Смит. Я посмотрел на Настю. Настя посмотрела на меня. У нее явно там обезьяна бьет в тарелки. Мы подошли к шаурме. На стене была вывеска. Вы можете не платить за шаурму, и тогда произойдет волшебство. Я понял, что это какая-то секта, и тут явно делает шаурму какой-то наркоман. На всякий случай сказал сделать без зелени. Он дал шаурму. Я спросил, сколько мы должны. Он сказал 70, либо ничего. И тогда произойдет волшебство. Я поем шаурму, и у меня с кошелька не уйдет 70 гривен? Я был за волшебство. Сказал спасибо. Доели с Настей шаурму. Она очень наелась. Я понял, что походу буду идти снова к Джину и брать еще одну. Но Насте сказала, что уже поздно, и надо ехать домой. Сказал Насте, завтра в 12 у меня. Я лег спать.